Пригожин в штабе Южного военного округа, Южный военный округ в Ростове. Очевидно, что он захвачен вагнерами, общается с двумя генералами российскими. Один из тех, кто, кстати, ночью к нему обращался, мол, к Вагнеру. Ребята, остановитесь. Значит, замначальника генштаба и замминистра обороны Евкуров. Вот он с двумя генералами общается, говорит, тут мы спасаем Россию. В общем, это надо посмотреть, ждет Шойгу и Герасимова. Говорит, а дальше будет идти на Москву. Посмотрите, друзья, на это. Конечно, да. Послушайте, еще раз. Если бы мы с вами разговаривали в нормальном тоне, вы бы сюда на танках не приехали. Понимаете? Мы же не получали бы во время вертолета. Вы считаете, что... Абсолютно правильно. Мы спасаем Россию. Ну и, друзья, не забываем, что в Южном военном округе России есть ядерное оружие. То есть у Пригожина вот в любую минуту может появиться сейчас своя ядерная бомба. Вечер перестает быть томным. Пригожин, дальше удары по центрам принятия решений в Москве. Смута, о которой мы с вами не раз говорили, началась. И Пригожин поднял вооруженный мятеж. Он это называет маршем справедливости против тварей из Минобороны. Путин это уже назвал мятежом. К нему приехал генпрокурор. И они это называют мятежом. Ростов, центр Ростова, судя по всему, захвачен Вагнер Групп. Какие-то перекрытые трассы на юге России. Ситуация обновляется каждую минуту. Но я решил записать это видео, чтобы объяснить вам, что происходит на эту минуту. Не забудьте подписаться на канал. Как вы видите, на нашем канале все самое оперативное. Онлайн-трансляцию введу на своем телеграм-канале. Поэтому ссылку оставлю в описании. Переходите, следите за всем, подписывайтесь. Ну и поставьте лайк, чтобы больше людей увидело это видео. Здесь разбор того, что произошло, друзья. Итак, что же произошло? Вчера утром появляется видео Пригожина. Очередное его интервью. В котором он дал несколько тезисов. Таких уже сногсшибающих. И он говорит, что 24 февраля прошлого года Украина ни на кого не собиралась нападать. А да что вы говорите? В общем, что то, что это втирает Минобороны, они обманывают президента. Ну, в общем, там он много говорит о подонках, и кровопийцах, и олигархах. И что в России управляет олигархический клан. Ну, что Путин его возглавляет. И что иного Путина он там в этом видео нигде не говорит. Но вообще он там наговорил очень много всего. Что войну начали только, чтобы вот эти вот кучка уродов напились крови. Ну, то есть Герасимов, Шойгу и прочее. И чтобы кто-то заработал денег. Все это было сделано через пятую точку. Ну, это тоже с этим сложно поспорить. В общем, выдал такое интервью, которое должно было откликнуться многим миллионам жителей России. Посмотрите выдержки. Бездарно спланированная операция. Проведенные перед этим учения. И почему-то кучка недоумков решила, что они настолько хитрожопые, что никто не поймет, чем они занимаются во время учений. И никто не остановит их, когда они пойдут в Киев. И никто бы не остановил. Если бы эти дегенераты не выстрелили длиннющие колонны. После этого наступила такая тишина. Ну, информационно, в смысле, да, конечно, там бомба. Но что происходит там, непонятно. Идут вечером. Появляется уже аудио. Первое аудио Пригожина. Что мы поднимаем, значит, мы идем против Минобороны. Присоединяйтесь к нам. Кто присоединится, всем будет хорошо. Кто не присоединится, всем будет плохо. 25 тысяч Вагнер-групп пойдут и все сделают. А к ним присоединятся еще 25 тысяч. За Россию, за солдат. Ну, в общем, митяж. Послушайте. Совет командиров ЧВК Вагнер принял решение. Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть установлено. Они пренебрегают жизнями солдат. Они забыли слово справедливость. И мы вернем ее. Появилось это в формате аудио и пошло много разговоров. Может, это фейк, может, это не голос Пригожина, может, это что-то кто-то сделал. Ну, как мы сейчас понимаем, все это, конечно, было абсолютной правдой. И это действительно заявление Пригожина. Очень интересно, что все это развивалось в первые часы. И там практически большую часть ночи в формате телеграм-мятежа. Первый в истории телеграм-мятеж происходил на наших с вами глазах. Потому что было много заявлений, аудио. Собственно, никаких видео не было. Потом появилось видео уже в ночи, как Путин приехал кортеж Путина в Кремль. Посмотрите. Ну, много видео, как Москва наполнялась бронетехникой. По тревоге была поднята дивизия Росгвардии имени Дзержинского. Это бывшая дивизия КГБ имени Дзержинского. И фактически такое уже личные отряды, телохранители Путина. Они заняли там ключевые развязки в Москве. И потом, значит, на Первом канале ночью вышел спецсюжет о том, что на самом деле никто не бомбил лагерь Вагнер-Крупп. И Евгения Пригожина об ударах по расположению ЧВК Вагнер выступил и Национальный антитеррористический комитет. Текст опубликован на сайте. Утверждение, распространяемое от имени Евгения Пригожина, не имеет под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем прекратить противоправные действия. Ночью появляется сообщение, что генпрокурор... Сначала появляется сообщение ФСБ России, что ФСБ России заявило о том, что завело уголовное дело мятеж на Пригожина. Потом пошли призывы к вагнеровцам не подчиняться Пригожину. Появились видео Суровикина. Это что-то генерал, которого хвалил Пригожин. Потенциальный типа его союзник. И посмотрите. Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК Вагар. Мы вместе с вами прошли трудный и тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали. Шли на риски. Несли потери. Мы вместе побеждали. Мы одной крови. На войны. Обратили внимание, что Суровикин сидит с автоматом. И вот это рассказывает. Потом еще одного генерала. В общем, стало понятно. Потом уже генпрокурор России подтвердил законность возбуждения дела на Пригожина. Очень интересно, что все это время молчит Кадыров. Кадыров полная тишина. Никаких заявлений в поддержку Путина мы не видим. Ну и правда в поддержку Пригожина тоже. Полное молчание. То есть этот ждет и смотрит, как будет развиваться ситуация. Ну и друзья, под утро уже пошли видео из Ростова. Вот колонна вагнеровцев в центре Ростова. Я только что с бойцами поговорила. Они подводили. Сказали, что в гости приехали. Я спросила от Вагнера. И он вот так сделал. Колонна Вагнер Групп таки пришла в Ростов. И, судя по всему, как минимум частично захватила центр города. Отцеплен Южный военный округ. Здание ФСБ, МВД Ростовской области. Танки стоят прямо с направленными дулами на штаб Южного военного округа. Есть видео, как пулеметчики раскладываются вокруг Южного военного округа. Вагнеровский. А с другой стороны охрана здания Южного военного округа. Минобороновская. Пригожин на этом фоне заявляет, что они ночью сбили какой-то вертолет, который собирался бомбить колонну Вагнер Групп. Также заявляет о переходе на его сторону каких-то росгвардейцев, пограничников и прочее. Послушайте. Мы находимся в штабе. 7 часов 30 минут утра. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно. Проблем никаких нет. Санитарные борта уходят. Проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам. Это ситуация на эту минуту. Давайте на сторону Пригожина перешел Ходоковский. Это такой бандит, который у них полковник Росгвардии. Официальная его должность. Значит, сам он из Донецка, предатель, но тоже имеет свой отряд своих бандитов. Что мы имеем? Мы имеем то, друзья, о чем, в принципе, с вами на этом канале долго говорили. И, как вы видите, все оказалось правдой. В России смута. Она началась. Это уже не смута в телеграм-каналах. Это уже движущиеся войска. Это уже там Ростов, один из крупнейших городов России, и на грани военного противостояния. И центр, собственно говоря, всего южного военного округа, и группировки российской. Это уже все серьезно. Российские элиты молчат. Многие там в шоке молчат. Но при этом мы видим, что некоторые уже начинают переходить. Там заявляют о своем переходе на сторону Пригожина. Но это какие-то единичные массовые омолчания. Официальные органы что-то вяло там комментируют. Ну, говорят о бунте, мятеже. Ну, вот эта реальность, друзья, на эту минуту. Я буду держать вас в курсе событий. Подпишитесь на канал, поставьте лайк видео. Подпишитесь на мой телеграм-канал. Там оперативно буду вас информировать о всем происходящем. Ну, что, друзья, смута в России началась. Это в любом случае прекрасно. Желаю Тейжаби и Гадюки перегрызть друг друга. И чтобы они, наконец, занялись собой. И на этом война против Украины может закончиться. Друзья, слетим еще раз за развитием событий. Для вас записывался по дороге, возвращающейся в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Буду дальше вас держать в курсе событий. По нам стрелять, а мы их сбивать. Третьего. И собьем все, если вы будете их посылать. Потому что вы долбите по мирным жителям. Вы уничтожаете мирняк. Вы только что развалили автобус с людьми. И совести у вас никакой не было от этого. Ну, во-первых, я первый раз выжил. Я не буду разговаривать. Ну, кто вы такой, чтобы со мной на «ты» разговаривать? Ну, кто не разговаривал? Я говорю, не надо, обращайся. Ну, надо. Если вы самым простым, на «вы». Да, я на «вы» говорю. еще раз мы сюда приехали мы хотим получить начальник генштаба и шайки пока их не будет запер а как не будет мы находимся здесь блокируем город ростов идем в москву нет ни в коем случае ребята будут находиться здесь мы вам не мешаем управлять войсками ребята гибнут потому что вы их на мясо толкаете без боеприпасов без мыслей без каких-либо планов просто престарелые клоуны где ничего страшного праздник шампанском с киеве когда вы бросаете красные лимана изюм и все остальное вот тогда праздник понедели в киеве а мы ниоткуда не бежим и поэтому мы пришли сюда для того чтобы прекратился позор страны в которой мы живем если бы мы с вами разговаривали в нормальном тоне потому что на танках не приехали понимаете вы считаете абсолютно правильно мы спасаем россию